У меня знакомство с компанией Шторс произошло двухэтапно. Первый раз я с ней встретился заочно, когда на последнем курсе института я решил заняться пульмонологией и в частности бронхоскопией. Была замечательная книжка, она до сих пор есть, это «Бронхопульмонология» 1982 года выпуска, она до сих пор является нашей азбукой бронхологов. В ней огромная, существенная часть была отведена жесткой бронхоскопией, там везде фигурировала компания Шторс. Я тогда очень сильно заинтересовался, в общем-то, теоретически. А с практикой я уже столкнулся в 2006 году, во время моего обучения в области интервенционной пульмонологии и бронхоскопии в Германии в клинике Шиле-Хе под руководством профессора Райнера Диркесмана. И тогда же я имел возможность увидеть, наверное, весь спектр аппаратуры для бронхологии, предлагаемой компанией Шторс. Это и жесткие бронхоскопы, и гибкие видеобронхоскопы системы аутофлуоресцентной диагностики, и, конечно же, огромный исторический пласт работы доктора Шторса, основателя компании, и основателя той клиники, в которой я учился, профессор Адальберта Хуцли. Для меня компания Шторс ассоциируется в первую очередь с жесткой бронхоскопией, а жесткая бронхоскопия в этом году отмечает 120 лет своей жизни. Это классика из классик, классическая технология. И для моей карьеры жесткая бронхоскопия сыграла очень существенную роль, как и для любого специалиста, который хочет заниматься респираторной эндоскопией, бронхологией в полном объеме. Он не может достичь настоящего класса, не умея работать с жесткой оптикой, с жесткими тубусами. Бывают очень сложные ситуации, в которых гибкий бронхоскоп бессмысленен. Он уже достиг своего предела, и только жесткая аппаратура позволяет решить проблемы для пациента. Поэтому в моей личной практике и среди тех людей, с которыми я работаю, среди тех новичков в этой специальности, молодых специалистов, которых я учу, жесткая бронхоскопия, в первую очередь, это продукция компании Карл Шторс. Это, наверное, даже не наверное, а точно, это очень важная веха в их развитии и в моем обучении тоже. Я честно могу сказать, когда я учился в Германии, я впервые столкнулся с представителями компании Карл Шторс, и я видел, с каким пиететом и вниманием они относятся к врачам, к клиницистам, тем, кто непосредственно рядом с пациентом, в пациенте выполняет самые разнообразные вмешательства. Я имел возможность посетить штаб-квартиру Карл Шторс в Туттлингене в 2006 году, имел возможность пообщаться, в том числе, с руководством компании. И я был очень впечатлен открытостью, возможности взаимодействия, ожиданию не только положительных, но и негативных зачастую отзывов, что всегда помогает в работе. Это отличает компании, которая развивается от компании, которые уже застыли в определенном своем развитии. А в отношении последних двух-трех лет мы очень плотно работаем совместно с российским представительством компании Карл Шторс над базовой программой по ригидной бронхоскопии, по возобновлению этого забытого искусства и внедрению его в хорошую клиническую практику. Результаты мы видим уже сейчас. Количество специалистов, которые снова начали выполнять базовые навыки жесткой бронхоскопии, я напомню, 120 лет в этом году у нас жесткая бронхоскопия. Оно значительно возросло. Это очень здорово. Но в отношении респираторной эндоскопии, бронхоскопии, безусловно, роль компании Карл Шторс крайне велика, поскольку, еще раз повторюсь, каждый из специалистов имеет две руки, левую и правую. Невозможно себе представить бронхологию без гибкой и жесткой бронхоскопии. Если в гибкой бронхоскопии есть определенная, да, разница в компаниях, то в жесткой бронхоскопии золотым стандартом все равно является Карл Шторс. Это факт. Как бы к нему не относиться, это действительно факт. Не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше, дальше, дальше и дальше. Потому что, как говорил, опять же, основатель компании Карл Шторс, то, что всегда нужно стремиться к большему, всегда нужно расти. И я могу сказать, что сейчас, вот в начале нового века бронхология из всех отраслей эндоскопической специальности, она показывает самый, наверное, взрывообразный рост, взрывоподобный рост. То, что казалось давным-давно забытым, например, классическая бронхоскопия жесткая, да, она снова возрождается, она снова получает новые возможности, новые модальности диагностики, лечения появляются ежемесячно, ежегодно. И я желаю компании Карл Шторс по-прежнему быть на острие этих новых технологий, но вместе с тем не забывайте о классике, о том, что принесло ей известность и популярность.